Здравствуйте, формат А3 в эфире. Сегодня у нас в гостях российская телеведущая, кинорежиссер, документалист Ника Стрижак. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть у нас в студии. Расскажите, пожалуйста, когда прилетели, как часто бываете в Крыму и, может быть, уже где-то побывали, кроме Симферополя? Как много вопросов. Прилетела ранним утром. В общем, имела довольно бессонную ночь, потому что пришлось рано вылетать. Самолет из Петербурга вылетал в 7 часов. Но я держусь, потому что надо посмотреть город. Мы сходили на прогулку, погуляли по набережной нашей реки, посмотрели на памятник Екатерине, но пока мало. Я надеюсь, что еще у меня будет возможность. Но второй вопрос, самый основной, наверное, самый печальный, потому что я не была в Крыму очень-очень давно. То есть я когда вспоминала, собственно, когда я была в Крыму, я думаю, что это было еще все-таки в советское время, что я, наверное, была в студенческие времена. Один раз я была в Ялте. Вот мы ездили несколько, вот уже в таком довольно взрослом возрасте, несколько раз ездили на юг. А в принципе, я должна честно сказать, что весь период украинской истории я ни разу здесь не была. Не могу сказать, что в этом была какая-то веская причина. Ну, как-то вот не была. Поэтому я с большим удовольствием приняла приглашение вот медиа-клуба побывать, потому что хочется посмотреть. Во-первых, хочется посмотреть. Мы столько про вас все эти последние годы говорим, и столько времени наших душевных сил вам было посвящено. И я, конечно, очень хочу еще посмотреть Севастополь. Я завтра пойду в Севастополь, потому что Севастополь такой особый, мне кажется, город. Я там вообще была крайне маленькой, когда я сейчас с бантиками, наверное, ходила, но я и фильмы делала про Севастополь, про лейтенанта Шмидта. Вот просто я его хочу особенно посмотреть. Симферополь тоже. Ведь у Симферополя особая судьба. Все, кто сюда приезжает, как правило, берут чемоданы и едут дальше на море. А приехать именно сюда и погулять, и посмотреть, я с большим удовольствием. Да, очень много всего есть интересного в столице. Конечно, это нужно тоже увидеть и посмотреть. Но кроме того, что да, вы посмотрите, я надеюсь, у вас на это будет время, вы будете встречаться с общественностью. И говорить вы будете о телевидении, насколько мне известно. Телевидение сегодня. Какое оно, на ваш взгляд? Ну, оно очень разное. Я все-таки на телевидении, ну, наверное, как и вы, я больше, чем вы работаете, я застала времена окончания советских времен, там, перестроечные. Я тогда начинала совсем, вот была зеленая. Потом я застала все-таки времена вот 90-х годов, очень хорошо помню. Единственное, что могу сказать, что, конечно, вот за эти там 25 лет телевидение бешено вообще сделало вот какой-то невероятный скачок технический. Ну, невероятно. Вот то, на чем мы с вами работаем, какие у нас возможности, какие у нас там камеры, монтажки. Я-то помню, как еще, я не знаю, и все зрители могут понять, но... В ХС еще была такая история, но мы ее не пользовали, а Битакамы, СПИ были, были первые камеры. Мы говорили, боже, как круто. Вот в этом отношении я считаю, что телевидение сейчас имеет роскошные возможности, ну, конечно, при наличии денег, но в принципе быть очень проактивными, очень качественными, снимать из пролетов сверху и под водой, как угодно. Что касается содержания телевидения, конечно, оно тоже поменялось. И отчасти я понимаю людей взрослых, которые говорят, что вот мы помним старое телевидение, больше говорили как-то, вот больше спокойно говорили, да, и я, к сожалению, должна признать, что сегодня такие программы, как там 25 лет назад были, когда садились два умных человека и говорили час о Пушкине, очень спокойно, без драки, знаете, без драки. Вот эти, боюсь, времена ушли навсегда в прошлое. Сегодня все-таки телевидение очень такое, оно должно быть очень динамичное. Импульсивное. Да, но все-таки нехорошо, да, вот, может быть, так зависит от зрителей, что вот зритель капризный, каналов очень много, конкуренция очень высокая, и надо, ну, что-то новое искать. Конечно, часто это выливает в какие-то там странные программы и популярные шоу «Внук убил бабушку», там, «Я вышла замуж за дедушку», понимаете, вот эти все, но это, к счастью, только часть нашего телевидения. Ну, основная часть очень серьезная, конечно, очень политизированная, но это, я думаю, время такое. Правда, когда жизнь станет спокойнее, и политических программ будет меньше, я так думаю. Это когда-нибудь произойдет, вы думаете? Ну, не знаю, а мы с принципу. Я говорю, знаете, вы всегда, что в нашей стране надо жить долго, чтобы мы посмотрели, когда закончится этот период, начнется следующий. Ну, что делать? В эпоху телеперемен жить может быть сложно, но работать журналистом в эпоху перемен очень интересно. Правда, мы вот, то, что мы все вместе четыре года назад пережили, это, конечно, ну, такая была очень тяжелая история, но она была, ну, невероятно интересная. Потому что я могу сейчас сказать, что когда были события 91-го года, я часто спрашиваю там своих, там, ровесников, я говорю, а что, собственно, было в 91-м году? Мы были молодыми людьми. Почему мы так заелись, она что-то все там на площадях стояли? Как-то нам Советский Союз развалился, нам было почти все равно. Сейчас здесь страны, и отчасти дико это, да, вспоминать. То я могу сказать, что события, которые происходили сейчас, они, конечно, уже происходили, когда мы были, ну, я вот, осознанным человеком и серьезным профессионалом. Я, конечно, их очень скрупулезно помню. Я даже думаю, надо записывать, пока это горячо у тебя воспоминания. Хотя, я-то что вам рассказываю? Вы-то жили внутри, а мы на вас смотрели. Вот то это. И все равно вот эти ощущения за тысячи километров от вас, они были очень-очень яркие. Вы в профессии очень много лет. Скажите, вот журналисты тех времен, и вот сейчас новые журналисты, они отличаются друг от друга? И если отличаются, может быть, стали они лучше или хуже, или они совершенно просто другие журналисты сегодняшние? Сложно сказать. Понимаете, конечно, я однажды поспорила серьезно с Познером, потому что была какая-то вот такая беседа, и я говорю, я все-таки застала излет советской печати. Я работала, пришла в газету, была такая самая популярная газета в Петербурге, газета «Смена», молодежная газета. И я говорю, я помню, что вот в советское время любой начальник, будь ты директор ткацкой фабрики, там я не знаю кто, боялись панически, что про них напишут в газете. Если про тебя написали в газете, я не знаю, какую-то критическую заметку, не дай богу, филетон, это был караул, потому что вообще дело вообще заканчивалось там, я не знаю, в обкоме, и то есть моментально вообще решались проблемы. Потому что мне Познер сказал, как вы можете сравнивать? Вообще, да, это все было плохо. Я говорю, вы не поняли, главное мои мысли, что тогда был очень серьезный вес журналиста, а сегодня журналист может раскопать кучу компромата честного, вообще найти все там на какого-нибудь там вороватого чиновника, написать статью с риском для собственной там репутации жизни, или, по крайней мере, место на работе, и всем будет все равно. Вот я сейчас с этой точки зрения, конечно, это печальное изменение в журналистике журналистов, все-таки они работают, когда они хорошие журналисты работают, они все-таки рассчитывают на то, чтобы это было важно, да, и для общества, и для тех, кто принимает решения. Что касается профессионализма, я часто слушаю разговоры, что очень упал профессионализм. С одной стороны, да, больше ошибок, текстовых ошибок, речевых ошибок, я считаю, что позором всегда являются фактические ошибки, это, конечно, недопустимо. Но, вы знаете, этому есть тоже свое объяснение, вот я что-то как-то подумала, потому что раньше было там, не знаю, в городе, например, или там в стране три канала, каких-нибудь там три уважаемых журнала и пять серьезных газет. Они были, они, может быть, были там сугубо партизные, но они были довольно качественные по ремеслу. А сейчас сотни каналов, тысячи сайтов, тысячи вообще каких-то там газет и еще чего-то, поэтому журналистов стало очень много. Их, в принципе, стало много. Даже если, знаете, вот есть Мариинский театр и большой, а если таких театров будет у нас в стране 15 тысяч, то, конечно, уровень танцевания где-то упадет. Но проблема в том, что вот сейчас журналистов стало очень много, а хороших все равно вот это число не меняется. Потому что все равно все лучшие журналисты, они будут забирать себе лучшие газеты, лучшие каналы. Понимаете, о чем я говорю? Все равно по гамбургскому счету вот эта сита профессиональная, она осталась. Я думаю, что сейчас журналисты более свободны, конечно, они более свободны в оценках, в передвижениях, что очень важно, да, в работе с источниками. Но это шансы. Опять-таки, вот как ты работаешь? Потому что ты можешь иметь все шансы и быть настолько свободен, что будешь пороть чушь о собственном имени. Что недопустимо в этой профессии, как мне кажется, все-таки это должен быть достаточно объективен. Поэтому сложная работа. Меня сейчас спрашивают, хотел бы я, чтобы мой сын пошел в журналистику. Он 10 класс, значит, нам через год надо делать выбор. Я говорю, я не уверена. Потому что это очень сложная работа. Это так хорошо сказать, вот вы сидите в студии, я сижу в студии, да, что вот это какой-то такой закономерный итог. Это очень штучная работа, это очень серьезная борьба за... не за место под солнцем, а за место в профессии. А вы как пришли к этому? Как вы делали судьбу? Я делала продукт в том, что я совершенно не мечтала быть никакой ведущей, никакой актрисой никогда в жизни. Я всегда знала, что я там не уговариваю буквы R. Ну, правда, у меня никогда не было. Я даже журналистом не хотела быть. Я вообще хотела быть музыкантом. И все в моей жизни было заточено под то, чтобы получить специальное среднее образование, что надо было для поступления в консерваторию, закончить консерваторию. И вот, честно, пионерское. Я не могу объяснить, почему я начала писать. Ну, почему я начала писать? Конечно, мы, как все девочки, которые в школе дружили с русским языком и литературой, мы что-то там умели писать. Хотя, как вы понимаете, когда ты уже приходишь в профессию, ты понимаешь, что школьное сочинение не имеет никакого, ничего общего ни с одной статьей, потому что просто совсем другие законы текста. Но вот я почему-то захотела написать какую-то статью. Это была сугубо музыкальная статья, была рецензия на премьеру в Кировском театре тогда, ныне Мариинском. Вот что это? Ну вот почему? Я совершенно не знала на телевидении. На телевидении я не хотела работать. Когда я не орала с газетей писать, когда я уже стала писать, я думала, телевидение, какая-то коллективная ответственность. В газете-то сел, натюкал на машинке текст. Написал хорошо, молодец, написал плохо, ну, сам дурак, да? А в телевидении вот есть эператоры, режиссеры, монтажеры, звукорежиссеры. Ну, столько профессий, вообще людей, которые вообще стоят вокруг. Меня как-то это коллективная ответственность себя пугала. Но недолго она меня пугала. Единственное, что, конечно, я должна сказать, что у меня нет профессионального журналистского образования. Я, в конечном счете, я не закончила категориторию, я закончила филологическую факультет Ленинградского университета. Но это очень часто встречается. Очень часто. Вы очень часто обижаются журналисты. А вы что, закончили? Вы же факт заканчивали? Вот то же самое. У меня такая же история практически один в один. Я никогда себя не видела на телевидении, никогда об этом не мечтала. У меня есть журналистское образование, да, но я к этому пришла уже, когда работала на телевидении. Вот это парадокс. То есть вы работали за кадром? Изначально, да. За кадром? Да. Потом я уже, когда получила образование, я уже, да, конечно. Вот это хитрая история, потому что, конечно, журналистика такая очень интересная штука. Она впитывает в себя людей очень разных профессий, да. Можно быть, геологом, физиком, врачом, учителей у нас полно, да, в этой профессии. Но просто люди должны уметь писать. Я настроена на том, что, конечно, надо уметь писать. Но им, конечно, ведущий, это человек, который вышел так, махнул гривой, ему принесли какие-то вопросы кем-то написанные, о, про что? Я считаю, что это вообще девальвация, девальвация профессии, надо гнать таких людей или, по крайней мере, не поощрять. Но, конечно, журналистам тяжело, потому что, можно получить специальное образование, а можно научиться в процессе, да? Ну и часто бывает, человек, который с этим профессиональным образованием, он просто не может ничего делать. То есть он пытается, он старается, но как журналист, он не может состояться. Но тут все в этом забеге равны. Понимаете, вот мне кажется, люди, которые владеют какой-то профессией, например, человек там закончил экономический факультет, начал писать или вести какой-то рубрик на телевидении, он, конечно, в первую очередь ценен тем, что он прекрасно понимает предмет. Да? Я вот всегда уважаю, там, например, спортивных журналистов, они у нас по-прежнему сохраняют вот эту свою идентичность, да? Если мы уже все, вот я помню, раньше там были корреспонденты, которые занимались субкультурой, были какие-то дамы с длинными серьгами, которые рассказывали исключительно про какие-то выставки. Прошло это. Сегодня журналисты могут послать на выставку, завтра в колхоз, после завтра еще год, что не очень хорошо, потому что он не очень хорошо понимает в колхозах, выставках и так далее. А вот спортивный журналист, журналист, вот они вот его ночью разбудили, он тебе расскажет про какой-нибудь гол, который забил кто-то там в 83-м году. Уважаю таких людей. Поэтому людям с журналистическим образованием приходится отстаивать свой профессионализм. Хотя, вы знаете, я вот несколько лет вела все-таки серьезную аналитическую программу, программу главную на пятом канале, и работала, то есть я как ведущий руководитель, я была, ну, таким вот студийным человеком, мозговым вот этим стержнем, а со мной работали замечательные ребята спецскоры. И я, конечно, вот одно дело ведение, или там какая-то авторская программа, а вот журналисты, корреспонденты, репортеры, вот они, конечно, если они закончили журфак и хорошо учились, они понимают, что этот жанр, это же особая история, тебя бросили, я не знаю, после толпы что-то случилось, ты должен уметь вот работать очень быстро, думать в каких-то экстремальных ситуациях, вот для этого очевидно дано специальное образование. Хорошая профессия, да. А вот возвращаясь к вопросу, сейчас, вот действительно, в наше время, я с вами не могу не согласиться, к представителям средств массовой информации стали относиться, ну, вот совершенно спокойно, если так можно сказать. А иногда просто возмутительно, я просто иногда оскорбляюсь, говорят, ой, эти журналисты, все журналисты, я говорю, какое право вы имеете? Да, то есть там можно очень долго там добиваться какого-то интервью, люди, которые там отвечают за какие-то вопросы, они имеют право не брать трубки просто. Не бояться, не бояться. Скажите, не уважаю. Почему вот такое возникло отношение? Я, отчасти, конечно, журналисты в этом тоже повинны, да, потому что вот появилась целая армия, мы говорили о том, что журналистов стало очень много, и появились такие вот, все-таки эта профессия, мне кажется, она требует такой ответственности от человека, и репутация очень серьезная штука в нашей профессии, потому что репутация вообще очень долго зарабатывается, да, когда ты работаешь, а потом ее может повредить в один момент. Есть люди, которые об этом вообще не думают. Им кажется, журналист, это человек, который сейчас ногой откроет дверь, что-то схватит, там, подставит кого-то, ему говорят, не надо снимать, он снимет, да, вот, понятно, что есть вещи, которые тебе запрещают, ну, когда что-то очень серьезное, да, но нельзя на храпом идти вообще просто на всех людей, это очень опасно. И вот за счет вот таких вот историй совершенно оскорбительных, когда под горячую руку журналиста ради красного словца «не пожалеет отца», вот эта вот поговорка, вот она сюда, как нельзя, лучше подходит, они, конечно, очень испортили репутацию журналистам, да, поэтому вот эти вот журналисты, я же знаю, это как работают, к сожалению, приличные в роде каналы и программы, которые им нужна, сенсация, они могут позвонить и представиться не своим именем, потому что им откажут, они будут представляться, неоднократно представлять программу «Открытая студия», которую я когда-то начинала и вот сейчас снова введу, потому что «Открытая студия» хорошая репутация и человек на том конце провода скажет «Да-да, ну, конечно, подъезжайте, я вам дам короткое интервью». И они приезжают как одни, а потом говорят «А почему вы оставили своего пятого мужа в одном белье в трусах на лестнице?» И люди, конечно, в шоке. Вот после таких историй начинают не любить журналистов. И, к сожалению, в этом виноваты действительно сами журналисты. Я единственная, что должна сказать, вот, что я всегда вижу, когда попадает гость в студию, особенно вот это касается актеров, вот таких вот людей, ну, чуть-чуть избалованных и не всегда любящих, да, я всегда, вот, знаете, как врачи видят залеченного пациента. Я всегда вижу, когда человек побывал в чьих-то дурных журналистских руках. Он заранее ждет от тебя какой-то гадости, какой-то подставы, вот он как-то вот такой ощетинился весь, вот, значит, точно побывал где-то, где его выставили дураком. Но, что касается чиновников, я считаю, что, конечно, это недопустимо. Вот это высокомерное, вот, господи, эти журналисты там, извините, пожалуйста, у нас наша работа. Вы обязаны учитывать то, что мы тоже на работе, да? Наше дело рассказывать вот зрителям, людям про вас, про ваши планы, про ваши законы, почему здесь построили дорогу, или почему не построили дорогу. Особенно в этом сегодня очень защищаются пресс-секретари, появилась целая такая армия. Есть пресс-секретарей, сразу скажу, я против огульного, и чиновники, есть приличные люди, есть пресс-секретарей, замечательные, профессиональные, которые, наоборот, помогут, сведут, да, еще скажут, Иван Иванович, вам обязательно надо, ну, вам нельзя отмолчать, вам надо пойти сказать. А есть пресс-секретари, которые решили, что они такие секретарши у двери начальника, и главное, грудью держать дверь и никого не пускать. Как обменять эту историю? Вот, я не знаю, вот почему я вспоминаю советские времена, и, сожалею, что товарищ Познер сделал вещи, что он меня не понял. Ну, либо потому, что он не жил в советское время, а жил за границей, поэтому, очевидно, он не имеет этого опыта нашего. Я, я очень сержусь, когда я с такими людьми разговариваю. Я, я просто, я могу в студии сказать, что мы сегодня ждали там, представителя комитета такого-то, но Иван Иванович Иванов, вот ничего нужно, дорогие друзья, вообще просто оторвать свой зад, ну, я могу сказать помягче, конечно, и прийти, чтобы ответить на ваши вопросы. Не на мои, а на ваши. Да, вот, я думаю, что время должно что-то в этом смысле поменять. И я призываю всех все-таки, когда вы, все равно, что, знаете, вот считать, что все, не знаю, там, продавцы в магазине, все воры, все чиновники воры, там, все актрисы, проститутки, вот, вот эти обобщения, они не делают чести никому, кто их произносит. Нельзя относиться к журналистам. Надо помнить о том, что благодаря журналистам мы имеем какую-то информацию. Если не дай бог, что это случится, журналист будет первый человек, который там будет стоять, и журналист, в конце концов, если у вас завтра будет течь крыша или еще что-то такое, последняя надежда всегда бывает на журналистов. Что они приедут, снимут, что-то произойдет. Поэтому надо уважать. За больное вы меня, за больное поймали, но это правда. Это действительно, это больное место, и больное. Вот знаете, я должна сказать, извините про журналистов, понятно, что все знают, кто такой Александр Градский, да, Градский, там, музыкант. Я когда была молодой, много-много лет назад, я принимала участие в конкурсе Меспрессо, были такие еще конкурсы, такое постсоветское пространство. Это был, мой, второй конкурс, я вице-мисс. Да, вы знали, да. Но дело в том, что товарищ Градский был в жюри этого конкурса. Я, ну, Градский, все знали, Градский, да, но он постоянно говорил, он такой тяжелый человек в жизни, мало того, что я вот на него смотрю в голос, я думаю, бедный, как ему учиться, потому что он очень любит табуированную лексику, просто вот он без нее, по-моему, в жизни не может разговаривать, но это лично, это не имеет отношения, это я ему мелко мчу спустя четверть века, но он говорил, господи, эти журналюги, господи, эти журналюги. И я вот могу вам сказать честное слово, я вот ни разу его не приглашала к себе в студию, у меня никогда в жизни не было даже желания с ним говорить. Зачем? Если мы для него журналюги, ну, ну, пусть другие, ну, я, я его не позову, я не люблю людей, которые меня оскорбляют. Ну, возможно, был горький опыт, будем думать так, что когда-то кто-то его обидел, наверное. Ну, нельзя обобщать. Да, нельзя. Почему журналюги? Я стою, ты меня обидешь в первый раз в жизни, я приличный человек, на самом деле, и надеюсь, что таким остаюсь. Какой радость. Да. Современный зритель, что он хочет видеть? Это к вопросу о наших знаменитых ток-шоу и политических, где, вот если честно, я, я их не воспринимаю, потому что этот ор бесконечный, там даже непонятно, о чем кто говорит. И второе направление, вот как раз-таки, трусы, носки, кто чей папа, кто чья, почему мама кого бросила. И что случилось уже с Граханян? Это, да, это особое дело. Прямо и ужасно. Российское телевидение. Вот так вот вообще на преклонные годы получить вот такую... Как вы считаете, что смотрит и что хочет смотреть зритель сегодня? Ну, понимаете, парадокс в чем? Что вот эти шоу, которые нам кажется, что они нас уже захлестнули и мы перекормлены ими, потому что действительно много и политических шоу однотипных, и вот этих вот кто кому тетя и за что жена бросила Граханяна. Их, ну, не много, но есть, да, вот в основном на центральных каналах. парадокс в том, что у них очень приличные рейтинги. То есть, можно сколько угодно обсуждать, почему у нас идут такие странные сериалы, вот эти бесконечные. Там Маша любит Петю, Петя любит Олю, А Оля любит Колю, и вот до бесконечности новые сериалы с другими именами про то же. У них тоже рейтинги. Очевидно, людям нужны какие-то страсти. С другой стороны, я как человек, который все-таки веду шоу и люблю ток-шоу как жанр, я люблю разговаривать с людьми, я их понимаю, потому что я считаю, что ток-шоу, особенно если оно прямоэфирное, ну, или там режим прямого эфира, оно очень, это очень честный жанр. Потому что мы вот видим человека, мы видим, как он разговаривает, как он кипятится, как он, как он себя скверно ведет, да, мы же, в принципе, видим, хороший он человек, плохой, как он подбирает мысли, как он вообще жалеет, что он сюда пришел, да, это вот такая вот, в этом есть некая подлинность, я не считаю, ну, хотя эти шоу, там, вот, я убил бабушку, извините, что я так, или я съел бабушку, ну, вот я вот, вот эти вот, да, когда вот эти странные, там, как бы считается, обычные люди обсуждают какие-то кошмарные случаи из жизни, они же тоже настоящие, я на них смотрю, вот они, они же реальные, реальные, вот их привезли, они рассказывают, нам хочется смотреть на реальных людей, с реальными страстями, я говорю еще раз, никому сегодня не надо, чтобы два пушкиноведа обсуждали десятую главу Онегина, нет, это было страшно интересно, но это будет очень маленький рейтинг, вот это, страсти, другое дело, что мне кажется, когда ты запускаешь какую-то программу, ну, во-первых, если мы сами, вот не готовы обсуждать бабушку, да, вряд ли вы и я будем вести такую программу, ну, если только кослявая рука нищеты заставит пойти на это, вот, а что касается политических программ, то они, на самом деле, бывают очень интересные, вот вы говорите, Орс стоит, а вы знаете, парадокс в том, что сегодня даже ведущие, эксперты, вернее, приглашенные на шоу, они не должны орать, но они не годятся, если он будет стоять интеллигентно и что-то говорить, все равно, это чуть-чуть вот какой-то вот спор, ты пришел, чтобы доказать свою точку зрения, не знаю, конечно, странно, что все, и темы одни и те же, и там, и свеседники одни и те же, другое дело, давайте не будем кривить душу, Владимир Любович Жириновский хорош был всегда в любом шоу на любую тему, потому что, во-первых, он прекрасно знает всегда, что он в том числе зван для того, чтобы быть яркой краской, это раз, а во-вторых, зрители ждут, что сейчас уж вот они шумятся, а потом откроют рот Жириновский и скажут, что он вообще будет мыть сапоги в Индивском океане, вот, понимаете, называется, это мы такие плохие или журналисты плохие, ну, в смысле, мы как зрители, ну, вот время такое, я думаю, тоже это подуспокоится, потому что уже многовато этого, многовато. А чего не хватает сегодняшнему телевидению? Не знаю, мне как-то кажется очень жаль, что уходят форматы которые требуют больше времени, знаете, вот, не ток-шоу, а когда надо снимать какие-то сюжеты или снимать какие-то фильмы, когда надо рассказывать. Я прекрасно понимаю, что эти вещи, как телевизионный продукт, о чем, может, зрители не всегда задумаются, довольно дорого стоят, потому что это все-таки камеры, это командировки, это надо, там, и билеты, самолеты, и все, это довольно дорогая история, чтобы поехать куда-то, хоть в Лондон, хоть на Урал, или там, в Крым, и снять какое-то красивое кино про подводный мир Крыма, или, например, каких-нибудь умных дельфинов, которых там, может, какая-нибудь разведка готовит, там, куда-то, чертовски интересно, но это очень сложная, дорогостоящая работа, поэтому, я думаю, экономики часто, вот на это денег не хватает, и мне кажется, не хватает, потом мне еще немного обидно, что, когда возникает какая-то более-менее серьезная тема, такая культура, действительно серьезная, всегда говорят, ой, нет, это на канал культуры, зачем, вот обийскому культуры, вот там про свои музеи, театры рассказывать, тоже неправильно, другое дело, что сегодня даже про Пушкина надо рассказывать, другое дело, что надо рассказывать, чтобы это было очень интересно, это была картинка интересная, текст замечательный, собеседники яркие, да, вот телевидение сегодня такое, что это должно быть интересно, меня иногда спрашивают, почему у нас был такой хороший концерт там в Капелле, а вы не приехали, нас не сняли, не поедем мы снимать просто хороший концерт в Капелле, потому что это тоже должно быть такое качество звука, чтобы человек просто, да, эксклюзивный, и красиво снятый, то есть сегодня надо удивлять, а это всегда уже требует и силы, и денег, наверное, и не хотят рисковать, потому что все равно у даже замечательного, красивущего какого-нибудь фильма про Пушкина все равно не факт, что рейтинг будет такой же или приближенный к бабушке, которая вышла замуж за внука. Никак, ну вот к завершению программы ходят слухи, что телевидение вытеснит со временем интернет, вот вытесняет и вытесняет, вы согласны с этим или никогда этого не произойдет? Нет, я действительно, нет, ну, может лет через 20 еще что-нибудь произойдет, будет техническая революция, я пока спокойно отношусь, потому что уже и говорят, что радио убьет газеты, а телевидение убьет радио, а там еще что-то убьет театр, да, кино, кино убьет, в общем, все друг друга, какое-то кладбище вообще технических достижений, но, смотрите, я смотрю на это пока спокойно, я понимаю, что многие люди туда уходят, и нравится, там какая-то своя свободная жизнь, я не сижу в соцсетях, я говорю, я все заведу в фейсбуке, все страницы, мне говорят, не заводи, потому что я очень горячая, я очень горячая, я могу очень так вот, связаться с пор, и все мои друзья боятся, значит, что дело дойдет другопашно, но, смотрите, парадокс в чем? Во-первых, у нас классное качество, у нас камера, картинка, звук, все, у нас качество, и вот такой телевизор дома, они мучаются, смотрят на своих гаджетах, в телефонах, в плохом качестве, по скайпу, все, пусть развлекаются, пока они еще, то есть они нас не перебьют, с другой стороны, они, смотрите, во что они играют, они создают программы, которые набирают лайки, говорят, мы будем уходить в интернет, мы будем делать телевидение в интернете, что они будут делать в интернете? Они делают там телевидение, они же не изобретают какой-то новый жанр, который, там, например, телевидение, постоянно с радио, что вообще действительно, вот, или там радио, постоянно с газетой, они играют в телевидение, в сети, Пока они играют в телевидение, в сети, мы можем быть спокойными. Многие так, в общем, не очень тревожатся. Когда будет изобретена некая вообще новая вещь, которую мы не сможем сделать здесь, вот тогда надо будет начинать волноваться. Единственное, за счет чего они берут, они берут, конечно, за счет свободы мнения, вот этой скорости высказывания, широте объема. Вот это, конечно, классно. С другой стороны, я все равно считаю, что журналистика – это профессия. Ну, это профессия. Это не то, что мы вам по бумажке сейчас выверенный в Кремле текст прочтем. Это вообще не про это. Уметь собирать факты, компоновать в интересный текст – это надо уметь. Это все равно, что мы по три аккорда в подворотне поем, или мы напишем какой-то суперхит-шлягер в какой-то обработке. Вот мы пока люди, которые делают суперхит-шлягер в какой-то обработке. Вы считаете, что я загибаю? На самом деле так и есть пока. Другое дело, что нам надо быть на стреме. Расслабляться нельзя. Не будем этого делать. Но быстрой смерти не вижу. Мы за хорошее телевидение, за качественное, за профессиональных журналистов. За конкуренцию, за честную конкуренцию. Ник, спасибо за встречу. Спасибо вам огромное. Спасибо за хороший такой разговор, за очень интересный. Я напоминаю нашим телезрителям. Сегодня у нас в гостях была российская телеведущая, кинорежиссер, документалист Ника Стрижак. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова